МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страшных человеческих страхов и их преодоления. 44 партнера разных квалификаций, разного возраста, из разных стран, в одном месте. В мангровых джунглях. Одно неповторимое событие, которое увеличило потенциал десятков людей. Летняя академия. Миссия в Майами. Майами. Первый сбор всех участников миссии. Партнеры пока улыбаются, потому что не подозревают, что их ждет через несколько часов. Все с нетерпением ждут приключений и, конечно, встречи с президентом. По опыту прошлых лет, появление Сергея Куликова может быть настоящим шоу. Ожидания партнеров оправданы. Президент эффектно появляется на событии на Харлее в сопровождении байкеров. Немножечко экстремально, немножечко необычно, но привыкайте. В течение этих трех дней с вами будет происходить что-то невероятное, что-то экстремальное. Ну, я думаю, вы к этому уже готовы. И так? Да! Место проведения академии – Олета Риверстейт Парк в Майами. Земля, имеющая свою уникальную историю. Раньше это был небольшой клочок земли, на котором жили индейцы. Вокруг – Атлантический соленый океан и полное отсутствие пресной воды, необходимой для жизни. И только раз в месяц вода становится пресной за счет отлива. В память о тех индейцах и наши партнеры разделились на два племени – племя Акул и племя Игуан. Первый день испытаний был посвящен силе Земли. Испытания этого дня, как и символизирующая его стихия, воспитывают в человеке терпение, постоянство, прочность, вырабатывают силу воли. Первое же испытание – мгновенная проверка команд на сплоченность. Связанные одной цепью партнеры быстро научились доверять друг другу лучше чувствовать соплеменников. Акулы справились первыми и получили преимущество в следующем испытании. Также в День Земли командам было предложено изваляться в грязи. И победить должна была здесь не та команда, которая больше измажется, а та, что больше грязи из себя выжмет. Наверное, вы уже догадались, что каждое испытание Академии было сопоставлено с бизнесом и жизненными ситуациями. Испытание-тренинг «Выжженная земля» научило партнеров оставлять людей лучше, чем они были до встречи с ними. А вот и встреча, которую все так ждали. Встреча с ужасными, гадкими, скользкими и противными лягушками, червями, тараканами, ящерицами, тарантулами, крысами и змеями. По опросам в наших социальных сетях страх один к одному встретиться с кем-то из подобных тварей особенно сильный. Некоторые всю жизнь визжат даже при одном виде безобидной мышки. Я ужасно боюсь мышей. Я это сделала. Ох, сон. Одно из самых мерзких испытаний Академии — поедание гадов. Сергей Куликов сопоставил с обидами. На этом задании участники осознали, как бывает важно уметь проглотить гадость, которую вам приготовили. Переварить обиду и промолчать. Подошел к концу первый день испытаний. Сегодня победу одержали акулы. Они показали небывалую сплоченность и силу своей команды. Настало время отдыхать и набираться сил, ведь завтра лидеров APL ждут новые испытания. Понравилась больше всего эта грязь, в которой мы ринулись. А что не понравилось? Есть тараканов, червей. Мне просто запомнился кадр, когда включился свет, и Ирина полно жуков, тараканов, и черви. Черви вылаживают. Наверное, на сегодняшний день самое интересное, это было все-таки с грязью поработать, повозиться. Настоящая арфа играла для участников миссии в Майами прямо посреди манговых джунглей. Второй день испытаний на летней академии. Стихия воды отвечает за подсознание, чувства и эмоции, которых сегодня будет предостаточно. Участникам предстоит провести этот день на воде, в воде и под водой. А пока танцевальную зарядку для участников проводит куратор академии, победитель российских и международных соревнований Юрий Пичушкин. Два десятка испытаний прошли участники академии в день воды. Прежде чем рассказать вам о том, что пришлось пережить вашим партнерам, хочется напомнить, что перед вами на экране серьезные, самодостаточные лидеры компании. Миллионеры, руководители многочисленных структур, самые квалифицированные лидеры APL и те, за кого они поручились. Они уже многое повидали в своей жизни, но участвовать в таком еще не приходилось никому. День воды уготовил множество испытаний, от интересных и забавных, до экстремальных, опасных, но при этом очень красивых. Сегодня участникам пришлось побороться и за еду. На дне океана был зарыт сундук с огромной свежайшей рыбой. Не обошлось и без деликатесов. Организаторы приготовили для участников миссии лучшие деликатесы морского мира. Расползающиеся по тарелке живые угри, пупырчатые осьминоги, креветки и каракатицы. Ммм, объедение. Апофеозом второго дня стало испытание страхом высоты. Прыжок в бездну с высоты 14 метров показал участникам, что нет смысла держаться своих уже достигнутых квалификаций. Пора идти дальше, покорять новые вершины карьерной лестницы APL. Верьте в себя и испытывайте себя, потому что наша жизнь она полна приключений, она просто полна драйва, и это невероятно. По итогам вводных испытаний лидировали игуаны. Но неожиданный поворот ждал всех участников на лобном месте. С каждым племени выбрали послов. Им предстояло указать на самых сильных участников противоположной команды. Далее произошло то, что выбило из колеи участников. Сильные игроки покинули свои команды и вступили в ряды соперников. Я вас поздравляю, переходите. Отныне вы не племя игуан, с этого момента вы племя огонь. Благодарили Всевышнего, что мы здесь, что идет снег, и нам все настолько было хорошо, что мы просто кричали от радости исчезти. После этой академии, как и писал Сергей Сергеевич, я совершенно стану другой, потому что мое мировоззрение изменилось полностью. Я сегодня сделала то, что никогда бы я в друге не ела. Я вас очень-очень люблю. Я сегодня болела и за зеленых, и за синих, за всех болела. Насыщенный день закончился пенной вечеринкой. Третий день испытаний. Стихия огня. Символ воли, силы, внутренней энергии и темперамента. Испытания начались в три часа ночи с гула сирены. Грохота тысяч взрывающихся петард, пыхтение дымовых шашек и рева группы «Рамштайн». Вот такой будильник прогремел для участников. Вы могли подумать, что на этом все? Доброе утро! Доброе утро! Экстремальное пробуждение и было первым испытанием для огня. Но это не так. Трем амбассадорам одели на голову мешки, а затем облили бензином. Остальным участникам предстояло выбрать, кто из амбассадоров на себе испытает мощь огня. Владимир Радченко, как настоящий мужчина, предложил свою кандидатуру. Володя, ты выдержишь, Радченко, ты смелый, мы знаем, мы уже убедились. Конечно же, мы бы не стали рисковать своими лидерами. Этой ночью никто из партнеров не пострадал. Все сложные трюки выполнил каскадер из Лос-Анджелеса, профессионал, работающий на съемочных площадках. День огня был таким же насыщенным, как и предыдущие дни Академии. Участники еще больше сплотились, проявили важное умение слушать, учились защищать свой бизнес, ломать стереотипы. Каждый познал силу своего разума и расширил свой потенциал возможностей. Академики первыми узнали о предстоящих событиях на будущий год, преодолев сложную полосу препятствий. В День огня для всех участников президент компании провел расширенный продуктивный тренинг, после чего испытания продолжились до поздней ночи. Горел костер. Участники готовились к неизбежному пройтись по углям. Впервые на летней академии угли готовились из дуба. Его плотность больше других деревьев, соответственно, температура углей гораздо выше, что делает это испытание опаснее. мы все доверим, поддержим, поддержим. неизбежно. Горел костер. Горел костер. Горел костер. Горел костер. Еще раз. Видите? Еще готово. Мне правда страшно было, да, но я пошла, потому что думаю, ну раз я здесь, ну когда еще, да, не надо. Being able to socialize with you on both sides. И даже имея языковой барьер, мне удавалось коммуницировать с вами и именно, ну, становиться ближе друг к другу с обеими командами. I really felt the love. И я чувствовал по-настоящему любовь. And I... Победили по итогу трех дней игуаны. Буквально сегодня. Счетом 96-101. Также индивидуальными тотемами были награждены все, кто отличился на испытаниях. Участники миссии в Майами преодолели 42 немыслимых, сложнейших, интересных, опасных, шокирующих, захватывающих испытания. Это событие, безусловно, оставило след в душе каждого партнера. Теперь они никогда не будут прежними. Лидеры преодолели свои страхи и открыли в себе новые возможности, новую суперсилу. А уже после всех испытаний на центральной поляне Олета Риверстейт Парк всех участников ждал сюрприз от президента, барбекю и вечеринка от диджея из Нью-Йорка. Призом для команды победителей стала шикарная восьмичасовая прогулка на огромной яхте более ста футов длиной. Страх победила, на яхте поехала, все партнеры рядом, миллионеры рядом, амбассадоры рядом, Куриков рядом. Чего еще хочется больше? Это незабываемый опыт, это просто не передать словами, ребята, на таких событиях нужно быть, это объединяет, это сплачивает команду. На яхте лидеры обошли все самые роскошные звездные острова Майами, увидели особняки голливудских звезд, а победители по самому большому количеству тотемов отправились на три дня в гости в летнюю резиденцию президентской семьи. Вот такие призы для победителей в стиле APL. APL Майами!